Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы говорим о рынке, деньгах и капитале 21 века. И сегодня я продолжаю тему, связанную с отношениями эксплуатации, но применительно к тому, какой тип человека, социальной структуры формируется в результате взаимодействия труда и капитала в современной экономике. Итак, мы будем говорить о таких аспектах капитала в 21 веке, как социальная структура, новые социальные слои, прикреты, креативный класс, а также человеческий социальный капитал. Я постараюсь минимально повторяться, как я уже сказал, хотя определенные повторы и будут неизбежны. Прежде всего, я хотел бы начать с того, что мы с вами будем говорить о новом качестве работников и новых социальных слоях, именно характерных для капитализма 21 века. Вы видите анонс на презентации, читать вам эти скучные слова я не буду, и мы пойдем сразу дальше. Начав с характеристики классов, поскольку именно здесь, в классическом марксизме, заложены основы для понимания современной ситуации. Определение класса по Ленину я приводил год назад своим студентам в рамках курса политэкономии и в рамках других лекционных материалов, но просил бы обратить все-таки ваше внимание на этот очень простой и важный отрывок. Классы – это устойчиво воспроизводимые большие социальные слои, большие группы людей, которые различаются по месту в исторически определенной системе общественного производства, отношению к средствам производства, мере общественного богатства и так далее. Но прежде чем говорить дальше об этой ленинской цитате, я хотел обратить ваше внимание на тезис, который зафиксирован на самом верху, то, что традиционно марксисты видят капитализм как общество, в котором взаимодействуют два класса – буржуазия и класс наемных рабочих. Дебаты о том, насколько ситуация изменилась сегодня, очень важны, потому что здесь фиксируются два основных класса, которые были действительно доминирующими в индустриальном капитализме XIX века в странах-метрополиях, не в колониях, естественно. И эта характеристика остается во многом верной и сегодня для мировой экономики, для глобальной экономики. Другое дело, что и буржуазия, и класс наемных рабочих существенно изменились, и в результате развития отношений позднего капитализма, о которых мы с вами говорили уже много выше, возникла определенная диффузия, определенное взаимопроникновение классов, межклассовая диффузия. И возникла внутриклассовая стратификация, формирование различных слоев одного и того же класса. Вот это я просил бы вас иметь в виду, но сейчас все-таки вернемся к характеристике класса в рамках современного марксизма. Что определяет класс? Совокупность параметров, которые при этом должны воспроизводиться, устойчиво воспроизводиться. Это место в системе общественного разделения труда и содержания труда. Я бы сказал даже лучше, место в системе общественных производительных сил. И здесь, безусловно, такие параметры, как труд ручной, репродуктивный, один тип людей, работников и социальных отношений, труд индустриальный, репродуктивный, человек как предаток машины, другой детерминант, труд творческий, третий детерминант. Вот как это влияет на социальную структуру, мы сейчас будем разбираться. Второй параметр. Место в системе производственных отношений. И здесь ключевой вопрос, это отношение к средствам производства. Большинство граждан, работников современного мира, это по-прежнему наемные работники, но возникли, как я уже сказал, промежуточные слои. Представители буржуазии сегодня также очень различны, но тем не менее они собственники капитала, собственники денег, информации, промышленного капитала, собственники капитала в других сферах экономики, в сфере услуг. И вот это положение определяет их социальный статус. Так же, как и статус наемного работника, как того члена общества, который продает только свою рабочую силу, но при этом лично независим, не является ни рабом, ни крепостным. Вот эти отношения, место человека в системе производительных сил и производственных отношений, должны воспроизводиться и воспроизводиться в современных условиях. И если такое воспроизводство осуществляется, то появляется класс как таковой. Дальше идет политическое оформление этого класса. И здесь есть такие понятия, как класс в себе и класс для себя. Класс, который есть, но он внутри себя закуклен, зациклен, он себя не осознает как класс, как тот, кто может взаимодействовать с другими классами, бороться за свои интересы. Обычно в этом случае говорят о пролетариате, но я упомяну другой класс, буржуазию. В Российской империи буржуа, промышленники, представители торгового, финансового капитала, вплоть до конца 19 века не действовали как класс, защищающий свои особенные интересы. Они не боролись за буржуазную демократию. Они не боролись за ликвидацию привилегий абсолютной монархии, дворянства. Они не пытались добиться для себя достойного положения хозяев экономики. Хозяев средств производства, в данном случае. и фактически выступали как подчиненная сила по отношению к помещикам и царской бюрократии. Точно так же может быть и с классом наемных рабочих, который в определенных условиях может выступать как всего лишь марионетка, как функция от деятельности господствующего класса, класса буржуазии. А может выступать как активная социально-политическая, экономическая сила со своей идеологией и так этот класс действует достаточно часто. Я приведу лишь несколько примеров. Если примеры нашей страны, то это революция 1905 года, где в буржуазной революции, буржуазно-демократической революции класс наемных рабочих, прежде всего промышленный пролетариат Петербурга, Москвы, других промышленных районов России выступил самостоятельной повесткой дня вплоть до баррикад в Москве. Я могу привести пример забастовок накануне Первой мировой войны, которые охватили всю Россию от Лены, знаменитый Ленский расстрел бастующих рабочих, Сибирь, крайне дальний край, до Санкт-Петербурга, где накануне Первой мировой войны забастовки и даже демонстрации в центре города охватывали десятки тысяч человек. Это действия пролетариата как класса, который осознал себя и действовал как класс для себя. Действия пролетариата, прежде всего рабочих, и рабочих, одетых в солдатские шинели, привели к свержению самодержавия. Кстати, я надеюсь, вы знаете, что самодержавие свергли не большевики, да, хотя другие общественно-политические силы. Революция 1917 года это опять-таки в значительной степени действия фабрично-заводских рабочих и не только Санкт-Петербурга. 80% губернии России это мирное взятие власти советами. Я могу привести примеры революции Венгрии в Германии 1918-1918 годов, победу левых сил в Испании в 1936 году, всеобщую забастовку в Великобритании чуть раньше, в Австрии, забастовки в Германии, в Соединенных Штатах Америки, создание сильных профсоюзов, без чего невозможно была бы реформа Рузвельта в США и многое другое. Наконец, эти действия, в частности действия сильных профсоюзов и левых партий, опиравшихся на эти профсоюзы, это одна из важнейших сил, которые обеспечили социально ориентированные реформы во второй половине 20 века, когда появился и прогрессивный подоходный налог, и бесплатное образование, здравоохранение, и высокая минимальная зарплата, и пособия по безработице, и участие работников в управлении, и многие другие черты социального рыночного хозяйства. Все это пролетариат, который действует как класс для себя, как класс, который открыт для политической, экономической, идеологической борьбы. Ну и, наконец, важно, что у класса должна быть своя идеология, она есть, есть идеология, которая базируется на интересах класса наемных работников, марксизм, теоретическая основа этой идеологии, есть идеологии, которые базируются на классовых интересах капитала, и либерализм, как теоретическая основа этой идеологии. Вот так выглядела картинка, я ее вам приводил, поэтому просто напомним, которые любили рисовать сто лет назад, но, к сожалению, кое-что из этого осталось актуальным и до сих пор, но не будем уходить в историю. Сегодня я хотел бы поподробнее становиться на том, что не звучало именно в таком виде раньше, ни год назад в курсе политической экономии, ни даже в лекции МФК, не было вот такого несколько завершенного вида вот этой структуры, где разные классовообразующие признаки применены для того, чтобы выделить не просто базовые классы, но и межклассовые, и внутриклассовые слои. В результате мы получаем довольно интересную картину, пока смотрим на вот этот вертикальный перечень основных социальных слоев. Внизу люмпины, устойчиво воспроизводимый социальный слой тех, кто не имеет работы, не имеет стабильных источников существования и живет на подачке. В данном случае это перевод с английского, в русском звучит не очень хорошо, не очень научно. От общества или от буквально подачки тех, кто собирает милостыню. Бомжи, клошары, бездомные дети. К сожалению, это реальности и России, и Франции, и Соединенных Штатов Америки, не говоря уже о таких странах, как Индия или Латинской Америки. Прикориад, социальный слой, о котором я еще скажу несколько слов. Главная черта неустойчивая занятость, неустойчивое социальное положение, и они воспроизводятся постоянно. Некоторый парадокс, который сформулировал член КОР, профессор Тощенко. Устойчиво воспроизводимое, нестабильное существование. Далее, социальный слой, который является ключевым для стран периферии, это наемные рабочие в доиндустриальном производстве, но такие наемные рабочие характерны и для стран полупериферии, таких как Бразилия, Россия, и для стран центра, ядра таких стран, как ФРГ или Соединенные Штаты Америки, где тоже есть уборщики, где есть подсобники и целый ряд других наемных рабочих, занятых и в промышленности, и в транспорте, и в строительстве, и в сфере услуг. Главный социальный слой, о котором я буду говорить особо, ядро класса наемных рабочих, это наемные рабочие в индустриальном производстве. Пока без иллюстраций и без пояснений. Слой, который редко выделяется, потому что он выходит за рамки традиционной социальной стратификации капиталистического мира. Это работники, которые живут в пространстве общественного сектора, работники коллективных предприятий, неправительственных организаций, начиная от тех же профсоюзов, экологических движений до различного рода фондов, временных творческих коллективов, ассоциаций и многого другого. Это относительно небольшой несколько процентов, но очень интересный социальный слой, который вообще создает предпосылки для движения в будущее. Социалят слой, о котором я хотел бы сказать специально, и год назад еще я о нем по-моему даже вообще не упоминал. Это люди, которые работают в общественном секторе, государственном преимуществу секторе. Давайте начнем с примера, наверное. Это работающие в государственном секторе педагоги от детского сада и яслей до школ и образование для пенсионеров. Образование через всю жизнь. Это вся сфера здравоохранения и спорта в той мере в какой-то общественный сектор. Это значительная часть искусства, науки, управления, социальные работы и так далее. Вот эти люди заняты по преимуществу творческой деятельностью, хотя и не только. Эти люди получают доходы на основе средств государственного бюджета, то есть общественных средств, хотя и в форме заработной платы. И по форме они являются наемными работниками. и эти люди создают общественные блага, которые, как правило, являются общедоступными. Вот лекции профессоров университета принадлежат всем, любой может их смотреть, слушать и так далее. То же самое касается результатов работы ученых в Академии наук, общедоступных музеев и так далее. Этот социальный слой интересен как прообраз будущего посткапиталистической системы. Слой наемных креативных работников, о которых мы много говорили в предыдущих курсах и в предыдущих лекциях, о которых я скажу несколько слов позже. Рабочая аристократия 21 века, привилегированные слои наемных работников, высшие слои креативного класса, мелкая буржуазия, это все те, кого очень часто относятся к среднему классу, но в России, в странах полупериферии этот социальный слой на самом деле занимает положение наверху. Сразу оговорюсь, что в России лишь 15% населения по своему качеству жизни близки к среднему классу Западной Европы. И один из критериев этого слоя то, что лишь 15% могут получить, точнее имеют загранпаспорт и использовали его хотя бы раз в 5 лет для поездок за рубеж. Что касается средней буржуазии, то это классические представители класса собственников капитала, а финансовые олигархи это уже относительно узкий слой, который занимает господствующее положение внутри класса буржуазии. Что важно, что этот слой, то есть все практически представители этой пирамиды представляют из себя в основном своем бытии конформистов, тех, кто не стремится к изменению этой общественной системы, кто воспроизводит ее в данном виде. Причем это относится и к значительной части наемного, класса наемных работников и к социалиату. Но вот справа вы видите такая стрелочка субъекта ассоциированного социального творчества. Это те, кто стремится к изменению этой общественной системы. И представители этого социального творчества есть среди большей части слоев современного общества, не всех, но большей части. Лишь самый верх и самый низ не участвуют в этом процессе, как правило. Но наиболее активными по опыту и стран ядра скажем Западной Европы и Латинской Америки это полупериферия являются представители класса наемных работников и социалиата и индустриальных и креативных наемных работников и социалиата. Поэтому стрелочка вот здесь сконцентрирована в центре. Кто такие субъекты социального творчества, ассоциированного социального творчества? Ну начнем с примеров, которые я уже приводил. Примеров, где класс наемных работников действует как класс для себя. Это реформы и революции. Это деятельность профсоюзов и социальных движений. Это поддержка и включение в работу левых политических партий. во всех этих случаях мы меняем этот мир, творим этот мир, изменяя его. Я приведу несколько неожиданный пример, где в России, сегодняшней России, намечается определенная такая солидарность потенциальных субъектов ассоциированного социального творчества. С одной стороны, это часть научной общественности, ученых с большими именами, с другой стороны, это определенные общественные организации, политические партии. В принципе, в наших лекциях не принято говорить о политике, но я говорю в данном случае как ученый-политолог, а не как политик или идеолог. Итак, пример предложений по реформированию социально-экономической системы России. Я беру предельно корректную мягкую форму реформ, которую предлагают ученые с мировым именем, я не боюсь этого, академик Ганбегян, академик Нигматуллин, член-корреспондент Широв, академик Порфирьев, ряд других ученых. Доклады этих ученых, два доклада, размещены на сайте Вольного экономического общества и направлены в правительство Российской Федерации. Эти материалы не раз представлялись в Совете Федерации и в Государственной Думе России. Речь идет о достаточно серьезных предложениях по реформированию социально-экономических отношений институтов России. Ну, в частности, академики Ганбегян, Нигматуллин и другие ученые, которых я называл, предлагают ввести в России пятилетнее планирование, Причем, для частного сектора это будут косвенные регуляторы при помощи налогов, кредитов, цен и так далее. А для государственного сектора даже академик Ганбегян, очень такой корректный ученый, предлагает вести директивные планы для государственного сектора. Раз, серьезные изменения экономических отношений, предложения по социально-творческому преобразованию существующего российского капитализма. Два, предлагается рентные доходы, полученные от продажи сырья, использовать для экономического развития и решения социальных проблем. Три, предлагается в два раза повысить минимальную зарплату и другие, особенно находящиеся на уровне прожиточного минимума, соответственно, повысив прожиточный минимум до 20 с лишним тысяч рублей. Это существенные изменения. В качестве источников вот те же рентные доходы плюс прогрессивный подоходный налог, который предлагают академики для миллионеров минимум 30, максимум 50 процентов. Ну, тут расходится в степени радикальности наших коллег. Расширение бесплатного образования, здравоохранения, другие социально ориентированные реформы, соответствующие изменения финансовой сферы и многое другое. Можете посмотреть на сайте Вольного экономического общества эти материалы. Вот вам, пожалуйста, академический аспект социального творчества, когда представители социалиата предлагают вот такие изменения и готовы работать на их притворение в жизнь. С другой стороны, те же самые требования формулируют Федерация независимых профсоюзов России, весьма умеренный институт гражданского общества нашей страны. Более радикальный институт гражданского общества Конфедерация труда, но тоже вполне действующий в легальном пространстве руководитель этой конфедерации Борис Кравченко является членом президентского совета по соответствующим вопросам. В эту конфедерацию входит профсоюз авиадиспетчеров, профсоюз докеров, профсоюз учителей, профсоюз университетской солидарности и ряд других. Это социальные акторы из представителей индустриальных и креативных наемных работников и социалята. В принципе, на эти социальные слои сегодня, чем дальше, тем больше, опираются левые партии, которые выступают примерно с теми же требованиями, о которых я говорил, ссылаясь на труды академиков. Справедливая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации и ряд внепарламентских партий, действующих в легальном политическом пространстве, в частности яблоко. Они предлагают похожие экономические реформы в умеренном социал-демократическом спектре. Есть более радикальные коммунистические партии, предлагающие более жесткие реформы. Вот вам конкретные примеры этого ассоциированного социального творчества. В России оно проявляет себя очень мягко и в небольших пространствах. Я говорю о социально-экономических проблемах, в чистую политику мы не уходим. В других странах действия гораздо более серьезные, но те же желтые жилеты во Франции к продолжающей борьбе уже много месяцев. Аналогичные действия проходят в странах Латинской Америки, в Индии, практически по всему миру. Давайте продолжим нашу работу. Что существенно? Я вам обещал рассказать чуть подробнее о самом многочисленном в современной глобальной экономике классе, классе индустриальных наемных, точнее, слое индустриальных наемных рабочих, как ядре класса наемные работники. Просто есть в русском языке различия наемные рабочие и наемные работники, а в английском это working class, wage labor. Итак, внутри класса наемных работников ядром вновь становится индустриальный рабочий класс. Он является самым многочисленным слоем, если мы учтем, что экономика это не только экономика США и Западной Европы, но и экономика Индии, Бразилии, Китая, Турции, России, Африки и так далее. Во всех странах периферии и полупериферии идут процессы индустриализации, где-то они уже даже завершаются, и соответственно классический наемный рабочий индустриального производства становится вновь доминирующим классом. Более того, в странах ядра, в тех же Соединенных Штатах идет процесс реиндустриализации, а в Западной Европе индустрия не исчезала никогда. Только в данном случае я говорю не об отрасли промышленности индустрии, а о индустриальном наемном работнике. Вот этот занят сегодня и в торговле, и в транспорте. Самая массовая профессия, самая типичная профессия сегодня это водитель. Классический, индустриальный, рабочий. Если добавить к нему операторов всяческих машин, начиная от стиральных, общественных, прачечных и заканчивая строительными машинами, то мы получим очень многочисленный рабочий класс операторов машин, добавим станочников, тех, кто стоит у конвейера, причем не обязательно машиностроительного, в торговле, ну и так далее. Для рабочего класса характерно то, что это класс коллективистский, он включен в обобщественное производство, и как таковой он способен на солидарные действия, о которых я вам рассказывал. Есть и другой отряд этого класса, креативные наемные работники, которые индивидуалистичны, работают индивидуально, даже если они включены в большие научные или художественные коллективы. Здесь мера коллективизма гораздо ниже. Ну и наконец сохраняется репродуктивный ручной труд, где опять-таки такая технологическая производственная сплоченность оставляет желать лучшего. вот там, где рабочий класс действует солидарно, реализуя свои стратегические интересы, он превращается в решающую силу общественных изменений, о чем я вам говорил уже не раз. Однако, в конце 20 века появилась серия работ, в том числе книга Горца «Прощай рабочий класс», «Forewell to the working class», и в этой книге он показал, что в странах Западной Европы, в США, индустриальный рабочий класс, точнее класс в индустрии, в промышленности, класс рабочих промышленности резко сокращается. Это действительно так, но, как я уже объяснил, есть и контртенденции, ренессанс индустриального рабочего класса в третьем мире, и развитие индустриального наемного труда в сфере услуг. Поэтому мы можем говорить о том, что наемные рабочие индустриального сектора экономики это не только прошлое, но и настоящее. И в значительной степени именно этот класс является субъектом борьбы за социальные изменения. Характеризуя экономику 20, ну, конца 20-21 веков, ученые многих стран мира и в России и за рубежом обратили внимание на возрастание роли творческой деятельности. В нашей стране об этом много писали еще в советский период, в 60-е годы, но нет пророка в своем отечестве, и теоретикам креативного класса обычно считают Ричарда Флориду, американского ученого, который выпустил соответствующую книгу уже изрядно время назад. Я бы добавил к тому, что написал Флорида, ну, давайте посмотрим, вот, это статистические данные о численности различных социальных слоев, которые приводит этот автор. Как вы видите, в 2015 году креативный класс занимает примерно треть, это большая доля работников, но при этом у Флориды очень странная группировка, у него тут есть обслуживающий класс, куда включены все, кто только можно и кто нельзя, социального деления по месту в производственных отношениях вообще нет, то есть разделение на, скажем, фрилансеров и наемных работников и буржуа, ну и так далее, поэтому эта табличка весьма своеобразна, но тем не менее, так говорит, что большое количество людей занято сегодня творческой деятельностью, и это число росло на протяжении столетия от 10 до 30 с лишним процентов. Если мы вернемся назад, то я бы добавил к этому тезису Ричарда Флориды то, что есть два типа участников креативного процесса, и мы об этом с вами говорили в предыдущих лекциях, поэтому лишь назову их. Это те, кто создает основания для социального культурного прогресса, создатели культуры, способствующей культуре, способствующей прогрессу человека, прогрессу технологии, прогрессу общества, решению экологических проблем. И те, кто создает бесполезные блага в бесполезном превратном секторе, включая финансовое и иное посредничество, но мы об этом говорили, я дальше на эту тему распространяться не буду. Соответственно, возникает несколько делений внутри этого нового протокласса, креативных работников, те, кто занят в креатосфере, те, кто занят в превратном секторе, в сфере, где создаются бесполезные блага, и другое деление, это те, кто занят в общественном секторе, и те, кто занят в коммерческом частном секторе. Обратите внимание на эти деления, я просил бы, чтобы вы их приняли критически, но не игнорировали вот эту гипотезу, с которой мы выходим к вам и которую мы предлагаем обсудить. Соответственно, если мы вернемся к проблеме социалиата, который составляет значительную часть креативного класса, то можно зафиксировать, что работники общественного сектора, получающие ресурсы из бюджета и создающие блага для общества в целом, в свою очередь могут быть поделены на ядро, где люди заняты преимущественно творческой деятельностью, или точнее деятельностью, где творчество составляет ее главное содержание, и тех, кто находится на периферии социалиата и заняты преимущественно репродуктивным трудом, вот так устроена эта структура. А теперь к противоречиям творческого работника в связи с делением противостоянием точнее интеллектуальной частной собственности с одной стороны и собственности каждого на все, когда продукты творчества достаются каждому и бесплатно, мы уже упоминали противоречия человека-креатора. Сейчас я хочу их зафиксировать и подчеркнуть для вас. Итак, с одной стороны человек-креатор в условиях капиталистической системы это наемный работник, с другой стороны он собственник человеческого капитала. Но даже еще до этого следовало бы подчеркнуть другое противоречие. Вне зависимости от социальных отношений и при капитализме и в любой другой системе креативный работник, он с одной стороны субъект индивидуальный сугубо индивидуальный деятельность он творит сам по себе и с другой стороны он всегда включен в диалог со всем человечеством он использует язык достижения науки искусства включен в очное и заочное общение он часть всеобщей творческой деятельности вот это два тех противоречия которые легко обнаруживаются любым исследователем творческого процесса соответственно как субъект обладающий индивидуальным частным человеческим капиталом творческий работник стремится создавать и присваивать интеллектуальную частную собственность и присваивать интеллектуальную ренту но с другой стороны как субъект всеобщей творческой деятельности он стремится подарить человечеству все свои знания получив максимальное признание и максимально содействуя общественному прогрессу. В разной мере для разных представителей креативной деятельности характерно доминирование одной из этих двух противоположных характеристик. Соответственно, суммируя, мы можем сказать, что творческий человек включается в нашу практику, практику позднего капитализма, с одной стороны, как мещанин, мелкий буржуа, владелец человеческого капитала, который максимизирует, извините, максимизирует объем денежного дохода прежде всего и минимизирует затраты своего труда. Классический представитель рынка, максимизирующий объем денежных средств и минимизирующий затраты труда. Это одна ипостась. Другая ипостась творческого человека – это тот, кто содействует разотчуждению, прогрессу культуры и дарит человечеству богатство, являющееся результатом своей деятельности. Соответственно, человек-креатор может работать на усиление отчуждения. И я не боюсь сформулировать жесткий тезис о том, что теоретик-экономист, работающий на развитие и внедрение доктрины рыночного фундаментализма, идеи австрийской школы, неолиберализма – это представитель креативного класса, усиливающий отчуждение. То же самое касается человека, который занимается политическим манипулированием, политтехнолога, проповедующего идеи эгоизма, индивидуализма, социального неравенства и так далее. То же самое касается идеологов, художников, стоящих на позициях, которые… точнее, ведущих деятельность, которая усиливает отчуждение человека от человека. Но есть противоположная часть креативного класса. Это деятельность, которая усиливает, инициирует и усиливает разотчуждение, социальное освобождение, прогресс неотчужденных форм человеческой культуры, как правило, на мой взгляд, связанных с левым спектром в социально-экономической, общественно-политической, культурной жизнедеятельности общества и человека. В определенной мере, едва ли не каждый из нас включен и в усиление отношений отчуждения, и в разотчуждения. Вопрос в данном случае в мире, в качественном и количественном соотношении. Андрей Иванович Калганов, в котором мы соавторы по большинству научных работ, предложил своего рода аналогию. Аналогию современного человека-креатора с мещанином во дворянстве. Дело в том, что в начале бурразной эпохи, ну и, соответственно, в конце феодальной эпохи, буржуа оказывался в противоречивом положении. Как буржуа он стремился накапливать капитал, используя рыночные механизмы для этого. Но как часть феодального общества он стремился получить дворянский патент, выдать своих детей замуж за дворян, даже если это было абсолютно нерационально, неэффективно с точки зрения задач накопления капитала. Он стремился мимикрировать под дворянина и жить как дворянин и реализовывать не буржуазные, а дворянские приоритеты. Вот, собственно, об этом пьеса Мольера «Мещанин во дворянстве». Точно так же и сегодня хомо-креатор стремится не столько реализовывать свои таланты как творческого человека, даря обществу произведения искусства, науки, педагогического таланта и так далее, сколько к максимизации денег и вечного богатства. Профессор стремится купить дорогой джип вместо того, чтобы потратить силы и время на просвещение в общедоступной сфере. Художник стремится продать картину по такая платежеспособному спросу, а не создать то произведение искусства, которое будет принадлежать человечеству и подарить его человечеству, не задумываясь о гонораре, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, мы попадаем в пространство, где возникают противоречия позднего капитализма, связанные с эксплуатацией креативной деятельности и подчинение ее капиталу. Человек и капитал вступают в противоречие, ибо при взаимодействии капитала с творческим работником он приобретает в сделке, он капиталист, приобретает в сделке не рабочую силу, а творческий потенциал человека. Он покупает бессмертную душу творческого человека, его способность творить. Ибо, собственно, душа человека, ну в этом случае использую слово душа не в религиозном, а в художественном смысле, как образ. Творческий потенциал человека – это то, что от него неотделимо, и в этом смысле собственник капитала покупает человека, формируя что-то вроде крепостничества 21 века, когда все, что создает человек в процессе своего творчества, становится собственностью капитала и превращается им в интеллектуальную частную собственность. Ренту, соответственно, интеллектуальную от использования этой собственности присваивает собственник капитала, но, правда, делясь частично с креативным работником, полукрепостным вот этой новой эпохи, таким привилегированным крепостным новой эпохи. Один из самых таких смешных примеров, хотя, наверное, только в некотором смысле смешных примеров, я обсуждал с моими молодыми коллегами, они сказали, что многие профессиональные спортсмены не имеют права на самостоятельное заключение контрактов, и хозяин команды продает их и покупает, не спрашивая у них разрешения. Вот такие привилегированные крепостные 21 века. Но это касается, к сожалению, не только профессиональных футболистов или хоккеистов. Хотя некоторые из них, конечно, являются самостоятельными акторами, которые могут самостоятельно вести себя на рынке креативной деятельности. Далее встает проблема человеческого и социального капитала, который мы вот вернемся и который я посвящу последние 10-15 минут нашей лекции. Хочу подчеркнуть, что вот это противоречие между созданием всеобщего общественного богатства, с одной стороны, и присвоением интеллектуальной ренты собственникам капитала или фрилансерам, с другой стороны, отмечают известные современные ученые Харт, Негри, Жижик и целый ряд других, чьи работы вы можете найти в списке литературы в глобальном капитале Бузгалина и Колганова, в наших статьях, ну или просто в интернете. Другой новый социальный класс это прикряд. Я уже сказал, что это социальный слой, который находится в положении, не имеющий стабильной занятости, не имеющий социальных гарантий и так далее. Типичный пример прикряды это люди, которые перебиваются случайной занятостью в качестве там разносчиков пиццы, временных работников по ремонту квартир, людей, которые устраиваются уборщиками, берутся за любую работу, потому что стабильной деятельности трудового коллектива, социальных гарантий нет. Как правило, в этом положении оказывают, ну не как правило, но очень часто в этом положении оказываются мигранты. В результате эти лица решены не только гарантией занятости, но и членство в каком-либо коллективе, который солидарно может защищать общие интересы работников. Они оказываются лишены возможности получить какие-либо социальные пособия, начиная от пособия по болезни, бюллетеня, включая оплаченный отпуск и даже пенсию. Вот ряд из моих знакомых, которые проработали в постсоветском пространстве такими фрилансерами-прикариями, сейчас в преклонном возрасте не могут получить пенсию, иначе как социальную, абсолютно минимальную 9 тысяч рублей, потому что никаких документов, свидетельствующих об их работе, когда-то приносивший большой доход, когда-то приносивший минимальный доход, нет вообще. Фирмы-однодневки исчезли, те, которые были, даже не однодневки не выдают таких документов. Вот такая грустная история. Прекариат особенно многочисленен в странах периферии и полупериферии. Вот здесь вы видите фавелы, в которых живут прекарией Латинской Америки. Есть и высший слой прекариата, это лица, обладающие творческим потенциалом, но тоже не имеющие стабильной занятости. Сегодня я написал статью, которая стала бестселлером в электронных или бумажных СМИ, или сделал какой-то репортаж, или я успешный блогер, завтра моя деятельность провалилась, и я с трудом могу получить работу разносчика Яндекс.Еды, разносчика Яндекс.Еды, потому что ситуация совершенно изменилась к худшему. Это пример одного из моих добрых знакомых журналистов. Конкретная ситуация последних нескольких лет. Послезавтра, возможно, он снова получит эту работу, потом снова ее потеряет, но опять никаких пособий, никаких социальных гарантий, никакого коллектива, в котором он бы мог себя воспроизводить. В результате образуются глубокие противоречия, которые можно даже художественно иллюстрировать или иллюстрировать в виде фотографий. Вот здесь вы видите типичный пейзаж латиноамериканского мегаполиса. Я однажды был в гостях у тетушки моего коллеги в Рио-де-Жанейро. Ну, это другая фотография, но ситуация точно такая же. Шикарная 5-6-комнатная или 4-комнатная, не помню, уже квартира, лоджия, балкон, сад, внизу теннисные корты, бассейн, маленький парк, а за забором фавелы. Вот те самые фавелы, о которых я только что вам рассказывал. Место, где нет чистой воды, в колонку надо идти метров сто в гору, там, с полным или пустым бидоном, где грязь, нет нормальной канализации, правда, есть мобильная связь. Вот эти социальные противоречия, это очень интересная характеристика современного капитализма, но об этом мы еще будем говорить, о неравенстве и бедности. В то же время часть прикариата становится субъектом социального творчества. Помните, вот картинку я говорил про социальное творчество, где она тут у нас, вот она. И прикариат, вот в самом низу, но представляет из себя одного из потенциальных субъектов социального творчества. Почему? Потому что есть и социальные и экономические интересы быть таким субъектом, и есть реальные примеры, которые доказывают, что это не только теоретическая гипотеза. В частности, они обобщены в работах британского ученого Джереми Лестера. Его тексты частично переведены и опубликованы в журнале Альтернативы. Один из таких примеров социального творчества прикариев это движение МСТ, преимущественно латиноамериканское движение безземельных крестьян, безработных города, которые создали мощные ассоциации с миллионами членов, и они захватывали необрабатываемые земли, латифундии, создавая на этих необрабатываемых землях кооперативы, коммуны и фермерские хозяйства. Сегодня это одна из крупнейших, наверное, даже крупнейшая общественная организация мира, один из главных акторов Всемирного социального форума, и организация, показавшая очень высокий социально-творческий потенциал. Ну вот дальше, пожалуй, я могу только коротко сказать вам несколько слов о человеческом и социальном капитале. Дело в том, что человек и капитал это по определению антонимы. Человек это субъект, который рождается в отличие от обезьяны или пчелы, как творец, который способен ставить цели, их реализовывать, выбирая цели, выбирая средства их реализации, ресурсы, формируя ценности и так далее. Это человек, который сам творит историю, историю творят люди. И это в то же время субъект, который в царстве необходимости находится в состоянии, когда от него отчуждены и труд, и вот это качество творца истории. Одной из форм такого отчуждения является человеческий капитал, превращение человека в капитал. Это превратная форма, такая форма, создающая иллюзию другого, чем на самом деле содержание. Видимость того, что есть другое содержание. Вот как, я не знаю, человек, который отделал медвежью шкуру и выступает в балагане, создает видимость того, что он медведь, хотя на самом деле он человек. Или наоборот, медведь, которого нарядили в платье, там повязали медведица, повязали платочек, и он делает некий па, призванный убедить смеющуюся публику, что это баба, которая вышла на сцену. Вот так и здесь. Превратная форма капитала одевается на человека-творца, на человека, обладающего креативным потенциалом. И эта превратная форма подчиняет творческую деятельность задачам максимизации денег, задачам накопления денег, превращения тысячи долларов в две тысячи долларов, миллиона долларов в два миллиона долларов. Ну, человеческий капитал в миллион долларов, это скорее исключение. Скорее речь идет о тысячах, сотнях тысяч максимум. Вот как таковой этот человек соединяет два противоречивых процесса. С одной стороны, рост творческой деятельности, который формирует основу для человеческого капитала. А с другой стороны, всеобщая маркетизация, торжество неолиберальных идей приводит к тому, что этот творческий потенциал используется для увеличения денежного или иного рыночного, имеющего рыночную форму богатства. Вот так возникает человеческий капитал как такая монетизация креативного потенциала человека. Вот если хотите упрощенное определение, то человеческий капитал это монетизация, коммерциализация креативного потенциала человека. Точно так же формируется социальный капитал, когда отношения солидарности, взаимопомощи, сотрудничества превращаются в средства для накопления и увеличения, для увеличения накопления денежных средств. Вы дружбу превращаете в ресурс для успешных сделок. Вы в ресурс для увеличения денежного богатства превращаете любовь, отношения товарищества, совместной деятельности в научном коллективе, студенческая группа или землячество превращается для вас в социальный капитал, при помощи которого вы в дальнейшем делаете какие-то бизнес-трансакции или свою собственную карьеру в корпорации. Поэтому социальный капитал очень противоречивое явление. С одной стороны, в его основе лежит очень прогрессивный феномен солидарности и сотрудничества, а с другой стороны, он используется или может использоваться для накопления капитала и расширения отношений отчуждения, экспансии отношений отчуждения и качественной и количественной экспансии отношений отчуждения. Соответственно, формируются два вида социального капитала, который, один вид способствует накоплению капитала, экспансии отчуждения, другой вид социального капитала способствует все-таки развитию общества. Но второе, это в современных условиях скорее исключение. Вот так формируется целый ряд интереснейших проблем, которые я скорее анонсирую, они у вас есть в презентации, на слайде. Пожалуй, сейчас я их даже обсуждать с вами не буду. Если захотите, вы их сформулируйте в виде вопросов после лекции или в виде вопросов, которые вы адресуете нам на YouTube-канале Альтернативы. Субтитры создавал DimaTorzok